МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шейнусова. Сегодня выпуски. Две смерти, одно ДТП. Лексус врезался в грузовик в Казалардинской области. Родственные связи не помеха. В области ЖТСУ мужчина обокрал собственную тетю. Сигаретные воры в Жамбулской области нанесли магазину миллионный ущерб. Испытания на безопасность. Так ли безобидно бенгальские огни и петарды проверяли вожарное ВКО? Аварии на дорогах страны продолжают уносить жизни казахстанцев. На этот раз тревожную статистику пополнила смертельная ДТП в Казалардинской области, где в результате столкновения Лексуса с грузовиком погибли два человека. Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в Аральском районе на 1270-м километре автодороги Самара-Шимкен. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. В результате ДТП погибло два человека. По данному факту проводится досудебное расследование. По части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республик Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы. Родственные связи не помеха. Так решил воришка, обокравши свою пожилую тетю на сумму в 1 миллион 200 тысяч тенге. Мужчина попросту похитил телефон женщины и оформил с него кредит. 65-летняя пенсионерка узнала о займе только после того, как банк стал требовать оплату за должности. Как оказалось, телефон у жительницы области ЖТСУ пропал неделю назад. За это время неизвестный успел использовать его в своих коварных целях, оформив через банковское приложение товарный кредит на покупку золотых украшений. Полицейским удалось отыскать смартфон. И каково же было их удивление, когда выяснилось, что за преступлением стоит родственник пенсионерки. К слову, ювелирные изделия он тут же сдал в один из городских ломбардов. Сигаретного вора поймали в Шукском районе Жамбулской области. Мужчина похитил из магазина 720 пачек табачных изделий и 200 тысяч тенге в придачу. Общая сумма ущерба перевалила за 5 миллионов тенге. По подозрению в краже задержан 34-летний житель района. Оказалось, что преступление он совершил по предварительному сговору с подельником. Похищенную табачную продукцию воры продали в Алматы на сумму свыше 700 тысяч тенге. Сейчас стражи порядка разыскивают сообщника-похитителя. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188, части 3, пункта 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы от 2 до 8 лет с конфискацией имущества, либо наказание в виде лишения свободы на тот же срок. Задержанный полностью признал свою вину и был ободворен в изоляторе временного содержания. Салют, дело тонкое. Приближается самая взрывоопасная пора – новогодние праздники, в преддверии которых пожарные ВКО проводят рейды по проверке пиротехники. Используя бенгальские огни и петарды, специалисты показали, чем чревато нарушение правил безопасности. Сотрудники ДЧС на деле продемонстрировали, как быстро может загореться ковер. Даже искра от бенгальского огня может моментально его оплавить и привести к пожару. С линолеумом процесс загорания оказался дольше. Однако при длительном тлении последствия очевидны. Крупного возгорания не избежать. Правила эксплуатации пиротехники. Внимательно изучите инструкцию. Ни в коем случае не продавайте фейерверки детям. Откажитесь от использования бенгальских огней в помещении. Не запускайте фейерверк при сильном ветре. Категорически запрещается направлять петарды в людей, животных и автомобили. Несработавшие элементы и изделия необходимо залить водой. При пожаре звонить по номеру 101 или 112. Просим граждан в период новогодних праздников соблюдать элементарные меры безопасности, ознакомиться с инструкцией и только тогда применять ее, соблюдая правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не приводить пиротехнику в эксплуатацию в помещении. На примере мягкой игрушки мы показали, насколько опасна пиротехника. И даже маленькая петарда имеет силу большого взрыва. Петарды детям не игрушка и взрослым, кстати, тоже. Вот только судя по количеству пострадавших, которыми забиты все травмпункты страны, в первых числах января многие об этом забывают. Термические ожоги пальцев рук, кистей, глаз, лица, отравление угарным газом. Помните, что ни одно зрелище в пару минут не стоит таких увечий. Берегите себя и будьте бдительны. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова